Господи, мы молимся, даруй нам Слово и мысли в этой важной проповеди. Мы живем в неспокойные времена. Нам нужно учение Библии в нашей душе, чтобы назидать нас в наисвятейшей вере. Люди пришли и сегодня по вере, они пришли искать Бога. Господи, мы пришли взыскать Тебя. Помашь Твоим присутствием это собрание и поговори с нашими сердцами, чтобы когда мы пойдем домой, мы не возвращались к наркотикам, порнографии, колжи. Мы нашли лучший путь. Мы нашли Христа в практической жизни. Яви нам Своего Сына сегодня, Духом Твоим, во имя Христа. Аминь. Мы молимся о людях в Париже. Мы связались с пастором Тексия в Париже и спросили, пострадал ли кто в церкви. Он сказал, что все в порядке. Поблагодарил за молитвы. Мы живем во времена незащищенности. Мы живем во время, когда жизнь может не пойти тем путем, каким хотим мы. Нам необходимо понимать нашу веру, обучаться жить эффективно, но не так, как живет этот мир. И мы поговорим об этом в нашей проповеди. Итак, Иеремия, 17 глава, 5 стих. Мы будем говорить о вашем и моем сердце. Итак, Иеремия, 17, 5. Прочитайте вместе со мной. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Я хочу объяснить этот стих с точки зрения библейской психологии. Это очень важный стих из Библии. С нами иногда происходит так, что мы возлагаем надежду на свое сердце, на свою плоть и на других людей. Шестой стих. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Седьмой стих. «Благословен человек». Давайте остановимся здесь. «Благословен человек». Проклят человек и благословен человек. Так, вот небольшая картина. Вот, пожалуйста. Вот какой красивый парень. Бог сотворил нас. Ни одно из Его творений не похоже на нас. Мы все уникальны. Животные сотворены по-своему, ангелы по-своему. Первыми Бог сотворил ангелов, а затем Он сотворил всю Вселенную. Мы читаем об этом Иова 38 глава. «Затем Бог сотворил человека на шестой день». Человек-венец творения Бога. Самое лучшее пришло. Самым последним. Далее, из ребра человека Бог сотворил женщину. Бог сотворил сердце в человеке. Слово «сердце» встречается часто в Писании. В этом мире нечасто произносится это слово. Когда Яков благословлял Вениамина, он сказал, «Бог будет обитать между твоими плечами. Между моими плечами находится моя голова и мое сердце». Это две важные вещи. сердце человека. А что в сердце человека? Бог сотворил человека, чтобы тот любил его. Человек был сотворен быть возлюбленным Богом, иметь ценность и значимость. Человек был сотворен находиться в безопасном месте. Когда мы смотрим на младенца в руках его матери, мы видим, как этим его мама говорит, «Я люблю тебя, и ты в безопасности. Я твоя мать». Бог сотворил человека в таком же положении, но это намного большая картина. Бог сотворил Адама и Еву и сказал, «Я люблю тебя, я озабочусь о вас. Вы в безопасности вместе со мной. Я всемогущий Бог, я защитник ваш, я Эль-Шадай. Я живой Бог, я пастырь добрый. Я Бог учения, который сотворил вас для моей цели». «Мое сердце было сотворено так, чтобы…» «О, я думаю, что Господь говорит мне о чем-то через это». «Ладно, забудьте. «Мое сердце было сотворено так, чтобы Бог наполнял его, чтобы Бог был моей жизнью». Когда человек согрешил, он потерял Бога. Это не то, что Бог оставил человека. Это человек в своем непослушании сделал свою жизнь независимой от Бога. Сатана – автор этой независимости, потому что он сделал то же самое. Он стал независимым. Он сыграл в рулетку. Он не знал, что произойдет на самом деле, но, надеясь на выигрыш, он бросил шар. Эта рулетка такова, что сколько бы он ни бросал шар, он никогда не выигрывает. Это похоже на игру в кости, когда на всех гранях написано «проиграл, проиграл». Но он никогда не может выиграть у Бога, потому что это противоречит Божьей природе. Бог праведен и истинен, а беззаконие не может победить. Это невозможно. У сатаны было только направление. Я прочитал очень интересные сведения о змее. Змея не может дать задний ход. Она может двигаться только вперед. Там сказано, что это единственное творение, которое не может двигаться назад. Смысл в том, что дьявол не может дать задний ход и сказать, «Я был неправ, я согрешил, прости меня». Он вечный Дух, который принял решение, и это решение навсегда отпечаталось в его характере. Он всегда будет двигаться вперед в своем зле. Несмотря на то, что он знает свою судьбу, его похоть никогда не остановится. даже если вы скажете ему, что он никогда не победит, это не задержится в его уме. Раскаяния нет в его уме. Покаяния нет в его уме. У него есть только направление вперед. Он передал это нам. Мы согрешили, и капли его яда проникли в наш характер и природу. У нас есть что-то из его ума, его эмоций. Мы говорим вместе с ним, это несправедливо. Это в нас, грешниках, в наших сердцах. Из-за того, что мы потеряли Бога, того, кто нам по-настоящему необходим, мы стали восполнять свои нужды предположением. Мы говорим, «Я нуждаюсь, чтобы меня любили». Где мне найти это? Мы выдумываем для себя управляющие фикции или фантазии. Это истории, идеи, философии, чтобы восполнить нужду нашей души. Мне необходимо быть любимым. Кто будет любить меня? Как мне сделать так, чтобы меня любили постоянно? Мне нужна безопасность. Как я могу найти ее? Из-за нашего греха мы никогда не допускали в эту картину Бога. И я прочту некоторые вещи из произведения Ларри Крэба. Он говорит часто в моей практике, «Как консультанта, я вижу, как люди говорят. Я буду замечательным, если у меня... Я буду значимым, если у меня будут деньги. В моем сердце есть нужда быть значимым, быть любимым, быть признанным. Я вырабатываю фантазии по поводу моей жизни. Если у меня будет это, то я восполню свою нужду. Вы можете получить это, но это будет недостаточно для восполнения вашей глубочайшей нужды. Только Бог может сделать это. Проблема в том, что мы не верим в это. Мы верим в свои фантазии. Европейский мир столкнулся с трагедией во Франции. В Европе безопасность поставлена на высокий уровень. И присутствует финансовая защищенность. Люди обустроили свою жизнь без Бога. Когда это касается настоящей жизни, то моей работы недостаточно, моей семьи недостаточно, моих денег, образования недостаточно. Мне нужна любовь и ценность намного больше моего дома, моей работы, моей жены. Возможно ли это? Существует ли это? Может ли Бог удовлетворить меня и восполнить мои нужды? В нашей стране люди говорят, и Ларри Крэб, он говорит в своей книге об этом. Если я не буду делать ошибок, а другой говорит, а если я хороший работник, или если мои дети будут хорошо себя вести? все эти вещи могут стать управляющими фантазиями моей жизни. Если мои дети будут хорошо себя вести, у меня все будет в порядке. Я и моя жизнь приобретает ценность. А что произойдет, если так не случится? я верю, что это послание от Бога вернуться в самое начало и сказать, Боже, Ты нужен мне. Могу ли я строить свою жизнь на Тебе? Можешь ли ты восполнить мои глубокие нужды, мои дети, мои дети, но они не определяют для меня жизнь. А как насчет этого? Если у меня будет признание от коллег по работе, или если я буду частью важных людей, женщины более нуждаются в защищенности. Они говорят, Я буду защищена, если у меня будет любящий муж. Я буду защищена, если меня никто не будет критиковать. Если я буду совершенна, меня не за что будет критиковать. Это управляющие фантазии, перфекционисты, их совершенная жизнь даст им возможность не бояться критики. Люди говорят, если я буду защищен, люди будут принимать меня. А кто не хочет быть принятым? мы должны идти дальше, потому что я не всегда буду принят. Что же произойдет, когда меня не будут принимать? Мой мир потрясется. Не должно быть так, чтобы людей убивали среди бела дня в Париже, но это произошло. В чем задача моей жизни? Избежать трагедии? Вполне невозможно. Да, я хочу так прожить свою жизнь, я ищу этого в моем сердце. А что же Библия говорит нам о нашем сердце? Проклят человек, который надеется на эти вещи и ставит их в основании своей жизни. Имея 17 глава 15 5 стих. Так говорит Господь проклят человек, который надеется на человека. Так не должно происходить в 21 веке, говорит человек. Ты серьезно? Может быть для нас в этом есть послание? Может быть Бог обращается к сердцам людей? Что Он говорит? Он говорит, что мы чтобы мы не искали этих вещей, но строили на другом основании. Давайте скажем это по-другому. Я создан с невероятной способностью для Бога. Но я не хочу Бога. Хорошо. А что мое сердце будет? На что мое сердце будет опираться? Я хочу быть счастливым. Я хочу заниматься тем и этим. Я знаю, что смогу. У меня получится. У меня есть образование, счет в банке, прекрасная жена и дети. Я способен. Бог говорит, в таком положении я нахожусь под проклятием. Я живу свою жизнь ведомой управляющими фантазиями, которые я сам выдумал в своем сердце. Я вычислил, что когда я захожу в комнату, и люди аплодируют мне, говоря, это классный парень, и я слышу эти высказывания, у меня появляется прекрасное чувство, я классный парень, и все в этой комнате, все в этой комнате согласны с этим. Все, вот все, что мне нужно. Я хотел этого, и я получил это. Существует много других сценариев и изобретений. Господь говорит, вы проклятые, ты классный парень, послушай-ка, что я тебе скажу. Тебе нравится, как говорят о тебе люди, погоди немного, и увидишь, как все по-настоящему выглядит. Среди этих людей есть человек, который хочет съесть твой обед, забрать твою репутацию. Ты так собираешься жить? Проклят человек, который полагается на такие идеи. Эти идеи оставляют меня у разбитого корыта. Это не ответы на вашу жизнь. Вот почему мы проповедуем Христа здесь. Мы говорим о взаимоотношении с Богом. Бен Карсон сказал, Мой любимый стих из Библии притчи 3-5 «Надейся на Господа всем сердцем твоим». У вас нет мужа? Что же вам нужно сделать? Что мне нужно сделать? Что вашей маме или папе нужно сделать? Все пытаются помочь вам. А что же говорит Библия? Да, я знаю, что Библия говорит, надейся на Господа всем сердцем своим, но в моем случае я расскажу вам, что я буду делать. Если мне не удастся достичь этого, я буду чувствовать себя ничтожным человеком. Для меня это будет полным крахом и трагедией. Я рассержен, во мне горечь, отравляющая всю мою душу. Я разгневан на Бога и на всех, которые не осуществили мои мечты. Ну, конечно, ведь ты находишься под проклятием. Не удивительно, что ты так говоришь. Бог сказал, что проклят тот, который полагается на свою плоть и на свое сердце. да, но вы не понимаете, пастор. Я знаю, я понимаю, я тоже человек, в моей жизни тоже есть разочарование, но это не меняет того, что говорит Бог. А Бог говорит, я сотворил тебя, чтобы любить тебя, я сотворил тебя, чтобы говорить с тобой, я сотворил тебя, чтобы благословить тебя. Вот в чем смысл. Седьмой стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Как вы понимаете это? На моем счету в банке нет ничего, и вы говорите, я благословен? Да, в этом есть смысл. Является ли ваш счет в банке индикатором вашего благословения? Нет. Христос и его реальность во внутреннем человеке индикатор моего благословения. Христос верою вселяется в наши сердца. Реальность Божьего ума в нас, чтобы понимать жизнь и не бояться того, что произошло в Париже. Человек, надеющийся на свою плоть, живет в несощущенности в любой стране. Напуганы ли мы? Нет. Мы благословлены. Мы благословлены. Дух Святой ведет нас в Божьей ориентации на доверии Богу всем своим сердцем. Я знаю, что непросто понять это. Я видел замечательных людей Божьих. Я видел их в тюрьме, в больнице, в болезни, в невероятно сложных ситуациях. Я видел людей с разбитыми сердцами, которые встретились с трагедиями, со смертью. Я проповедую эти вещи во-первых, себе. Я привожу этих людей в пример. У них были взаимоотношения с Богом посреди врагов и на территории врага, где они были убиваемы, истребляемы, находились в нищете. Я видел их проходящими через ужасные условия жизни, но они сияли. Там так было в лагерях беженцев, гонениях. Люди теряли свои дома, у них не было во что одеться, они теряли свои деньги. Я видел людей, которые были благословлены Богом глубоко в своем сердце. Они как дети, они поклонялись и обнаруживали реальность. Я не знаю, как объяснить это. Я хочу сказать нам сегодня, что вы и я изобретаем ложь. Ларри Крэп продолжает. Глубоко в сердцах этих сокрушенных людей возрастает настойчивое желание. Оно тащит их в направлении краха. Мы можем слышать их весомые заявления в их бессознательном уме, похожие на это. Мне нужно добиться самоуважения к себе, как к значимому человеку. Иногда я вообще не чувствую себя человеком, и мы слышим такие вещи. Мне нужна целостность. Я должен нравиться себе. Я должен принимать себя. Я должен достичь чего-то. Вы когда-нибудь думали так. Мне жаль, но есть ответ для вас. В глубине моего сердца есть горечь. Я не разгневан на себя. Я не нравлюсь себе. Мне нужно обнаружить ценность в себе. О, если бы я смог сделать себя значимым человеком, о, если бы я нравился людям, о, если бы у меня была хорошая работа, тогда люди любили бы меня. Удачи тебе в поисках этих вещей, но не забывай, что ты находишься под проклятием в таком положении. Ответ на пустое разбитое сердце человека это надейся на Господа. Кто такой Бог? Бог говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко, придите и научитесь от меня, садитесь, откройте Писание, пастор-учитель откроет вам Писание и послужит вам Христом. Дух Святой поведет вас в надежде и в вере. Вы выйдете с собрания и скажете, я был опустошен много лет, не получилось, по-моему, удача никогда не улыбнулась мне, я не получил того, что искал, я прожил много лет, и я разочарован в самом себе. Ветхий человек говорит, я должен стать кем-то, я не могу принять самого себя, если я не значу ничего ни для кого, я должен представить себя как важного человека, я должен иметь вес в чем-то. Вы когда-нибудь слышали этот крик души? Конечно. мы все знаем этот крик, но мы нашли замечательное послание, это не послание от человека, но от Бога, который стал человеком. Он пришел, чтобы посмотреть нам в лицо и сказать, ты драгоценен, я так говорю. живой Бог, ставший человеком, ходит с нами, заботится о нас, питает нас, так же, как мы видим это в Евангелиях, живой Христос пришел, и Он вчера и сегодня и во веки тот же. Он всеведущий Бог, говорящий нам, я люблю тебя очень сильно, я забочусь о тебе больше, чем ты себе представляешь, я дал тебе новое имя, нетленное имя, но новое, которое я записал на небесах, я назвал тебя своим именем, я сотворил тебя для этого, ты понимаешь это. Когда мы понимаем слова Бога, мы бросаем от себя все эти выдуманные истории, я никогда не стану банкротом, меня никогда не застрелят из дружья, я никогда не встану рядом с террористом, самоубийцем, цель моей жизни, чтобы такого никогда со мной не произошло. Ты серьезно? Это все, о чем ты думаешь? Ты не можешь справиться со страхом смерти? Вы и я, изобретающие эти вещи проклятые, если ваша жизнь посвящена избежать трагедии, это маленький мир. Когда вы доверитесь Богу, Бог будет вождем вашим до самой смерти, Псалом 47, 15. Вы доверяете Ему и говорите, «Хорошо, Господи, если это так, то пусть будет так, как Ты желаешь. Если я пойду и доленой смертной тени, не убоюсь зла, потому что Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня». Слово Божье сейчас в нашем сердце и нашей душе. Спасибо за то, что пришли в церковь, чтобы послушать проповедь. Спасибо за то, что открываете Библию, готовитесь к проповеди. Эта проповедь не так сложна, но невероятно важна. Неважно. Обучайтесь. Говорить так. Это неважно. Какая у тебя машина? У меня нормальная машина, и она мне нравится. Смысл не в этом. Но если ваша машина слишком важна для вас, чтобы добавить вам вес, добавить на весы вашей значимости, просто представьте себя без этой машины. Представьте, что у вас вообще ничего нет на земле, кроме Бога. Нет ничего на небе, только Бог, Псалом 72-25. Наша слава в нем, наше богатство в нем. Знаете, что произойдет, когда вы доверяете ему и следуете за ним? Вы увидите, что, оказывается, у вас появилась хорошая работа. Послушайте одну историю, я должен ее рассказать. Первая скрипка финского оркестра это то место, которое хотел бы занять всякий скрипач. очень тяжело получить это место, очень тяжело. Одна дама, скрипач, стала студентом в библейском колледже церкви Грейта Грейс. Это было давно, когда я жил в Финляндии. Она сказала, в моем сердце стать миссионером. У нее была очень дорогая скрипка, почти что страдивари, была позиция в оркестре, за которую другие отдали бы все. Она сказала, а я возьму недорогую скрипку и поеду в Индию миссионером во имя Господа. Она так и сделала. Поехала в Индию, оставила свою работу, она служила там и затем вернулась, поступила на работу в одном из оркестров Швеции. Через некоторое время ее пригласили обратно в главный финский оркестр. Знаете, стремилась ли она к этому? Нет. Бог дал ей это. Бог дал ей это. Вы слышали? Люди следуют за своими мечтами без Бога и стараются понять, как расставить фигуры на доске, чтобы получить это. Музыканты едут в санатории, проходят курсы лечения, чтобы расслабиться. Они так напряжены в отношении своей профессии и работы. Конечно, нам известно это. Почему же женщина миссионер так свободна в своем духе? Почему у нее есть любовь? Почему у нее есть покой? Почему она благословенна Богом? Потому что Библия так говорит, проклят человек, надеющийся на свою плоть. Благословен человек, надеющийся на Бога во всем, всем своим сердцем. Такой человек может закончить тем, что у него будут замечательные дети, замечательная работа, куча денег, прекрасная машина. Когда вы спросите его об этом, он скажет вам, да, у меня были эти вещи, это все превратится в прах, но я получаю славу. Да, слава Богу, что у меня была эта работа, что я заплатил по счетам, приносил в церковь и помогал, но моя жизнь была о Боге, моя жизнь была о Божьей миссии, о Божьем Евангелии, о Божьих людях, о Божьей цели, моя жизнь была вся о Нем, потому что он сказал, я забочусь о тебе. Я думаю, что люди переоценивают плоть человека и недооценивают реальность Бога. Они переоценивают все, что они могут сделать без Бога. Когда они закончили, достаточно ли это? Бог они недооценивают Бога. Бог есть Бог, Бог велик, Бог есть смысл жизни, Бог наш Отец, Бог исцеляет нас, Бог поднимает нас выше облаков слепоты и дает нам взгляд на реальный мир. Есть верующие, застрявшие в своей плоти, которые не могут тряхнуть себя своей проблемой. Господь обращается к ним и говорит, ты знаешь, когда приходит доброе, ты не видишь, когда оно приходит. Давай, когда ты пуст, разгневан, плюешься по сторонам и ненавидишь свою жизнь. Я здесь жду рядом с тобою. Я очень близко к тебе. в тот момент, когда ты подчинишься мне, поверишь мне, доверишься мне, я наполню тебя Святым Духом, удовлетворю тебя и поведу тебя в поклонение. Смотря на убийства в Париже, мы все можем сказать, где же Бог? я думал, что Бог будет хранить всех в безопасности. Бог говорит, я здесь, я посреди всего этого, придите ко мне. Кто-то проповедует Евангелие в Париже, кто-то возвышает свой голос за Христа. «Я посещу их, наполню их, спасу их и изменю их жизнь. Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла, притча 1.33. Они не будут бояться смерти, но будут иметь мир». Иеремия 17 глава 8 стих. «Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает оно, когда приходит зной. Листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь. Помолитесь со мной. господи, за значение этой проповеди, чтобы мы не уклонялись выдуманные фантазии своего сердца. Преуспевая в чем-то, мы можем преуспевать в неправильных вещах. там мы упускаем тебя. Даже верующие падают, живя в предположениях сердца. Сегодня мы говорим, мы доверяем тебе всем своим сердцем. наполни нас. Пусть жизнь церкви будет наполнена Духом Божьим. Жизнь церкви – это личное познание тебя, нашего Бога. Жизнь церкви, когда мы хвалимся тобой весь день. Жизнь церкви, когда мы снова открываем тебя для себя. Жизнь церкви, когда мы находим настоящую любовь, настоящую ценность, знание о тебе. Жизнь церкви, когда мы делимся друг с другом о тебе. Если мы не делимся о тебе друг с другом, мы что-то упускаем, мы обучаемся любить, доверять, видеть твои благословения и делиться ими. Мы молимся за Париж, Господи. Пусть слово о Христе звучит, чтобы ты благословил твоих людей, благословить церкви и благовестников, чтобы мы нашли тебя и возложили на тебя наше упование. Если вы еще не знаете Иисуса, сегодня день, чтобы поверить в Него и довериться Ему всем сердцем, скажите Иисусу, я верю в тебя, ты нужен мне, наполни меня своим духом, очисти меня от моего греха, удовлетвори меня, глубоко в моем сердце, я хочу строить на другом основании, я хочу найти любовь, твою защиту, твой покой, спаси меня, Иисус, аминь.